друзья всем привет виталий компания x motors сегодня хотим с вами раз поговорить по поводу подбора саней ответить на часто задаваемые вами вопросы о том какие сани выбрать как выбрать сани сани волокуши либо их кто-то называет пенки то есть какой размер сани выбрать для мотобуксировщика либо для снегохода вот сегодня постараемся коротко но емко ответить на все ваши вопросы потому что тема очень популярна особенно сейчас когда на улице разгар 7 сезона и так что такое сани сани это вот собственно корыто волокуши и как только их не называют то что цепляется к мотобуксировщик и к снегоходе либо другому транспортному средству и собственно волочится по снегу за данным транспортным средством производителей сани в россии несколько питер делает новосибирск делает чем на вершины делает москва подмосковье есть в россии канадские сами стоят космос хотя если честно разницы сильно большой нет есть конечно но сильно большой нет что кого сами производителей ну выделил бы наверное в премиальном сегменте однозначно это питерский производитель центропласт подмосковье делает неплохо но уже более бюджетные варианты это чел на чел на вершины и там новосибирск как определить качество сани качество сани определяется по материалу и по его толщине ну и конечно очень важно какая обвязка так называемая обвязка сани то есть это вот металлический каркас насколько он тоже сделан качественные крепления со мной крепежи где-то меньше где-то больше и так далее но и данном случае посмотрите сколько здесь установлена накладок полозив это безусловно как бы сразу видно что сани очень хорошего очень высокого качества премиарные санит и как раз и есть завод центропласт питерский завод можно просто зайти как бы любой магазин и посмотреть их качество сани не должны быть прогибаться должны быть жесткие должны сделаны хорошо обрезаны качественно то есть ничего там должно торчать и так далее если сани какие-то хлипкие прогибаются от вашего пальца значит назначить это толщина 5 или 6 миллиметров и этого явно не будет достаточно поэтому приобретайте конечно сани хорошие потому что сани это такой достаточно расходный материал если взять их не хорошего качества не отслужат вам сезонный наверное не больше дело в том что когда вы его эксплуатируете сани же трутся все время трутся о поверхность это либо лед либо снег либо земля и вот эти элементы дна стираются особенно если сани приобретаете без накладок не проживут у вас совсем недолго очень скоро прответе дно без этих вот накладок и соответственно с этой стороны уже начнете видеть дырки и трещины и соответственно на ближайшем пеньке камни жесткой поверхности вы их просто поломаете и кстати еще качество зависит от самого материала важно чтобы он в лютый мороз не дубил если он дубеет опять же на скачете на скучке на кого-нибудь пенек знаю камень проделайте себе дыру либо трещину и так далее поэтому если сани берете то берите конечно самые качественные потому что у них как правило разница в цене там незначительные может быть 5 10 15 20 процентов но если возьмете один раз некачественный потом в любом случае переплатите возьмете качество это лучше сразу берите хорошие дорогие качественные сани чтобы отходили вам хотя бы там три-четыре а то и больше лет второй момент что касаемо определения сани конечно брать нужно сани обязательно с накладкой вот то что мы сейчас с вами подымали видели накладки на лыжи давай еще раз покажем эту историю вот видите дополнительно установлены накладки на лыжи какой функционал во первых сани четко держит траекторию в этом случае их не лозит знаете какая история бывает когда вы двигаетесь на снегоходе резко поворачиваете и сами начинают вас опережать ну то есть если не будет этих накладок сани будут очень сильно скользить и будут их они вот так вот сзади вас постоянно будет их лыхать болтать и они на повороте будут бежать впереди вас вот эти вот накладки на лыжи конечно же этот вопрос закрывают целиком и полностью помимо того что они сокращают срок ну не знаю как увеличиваются давай так срок службы с сани потому что они защищают их от стирания то есть эти полозья берут на себя всю нагрузку то есть об них теряться они сохраняют при этом траекторию и что кстати немаловажно они заменяются если вы их стрете если они израсходуются где-то поломается треснуть пожалуйста не приобретаются отдельно там стоят копейки не знаю комплектом 600 700 там зависимости от количества и длины рублей и собственно меняются сами либо клепаются мостом клепаются кто-то ставит их садит их там на болты в итоге мы с вами определились они нужно выбирать качественные сами нужно выбирать с накладкой что касаемо формата сами есть сани с отбойником вот эта часть элемент называется отбойник для чего он нужен то чтобы когда вы цепляете сани за снегоход снегоход очень хорошо пылит снегом когда вы двигаетесь особенно на большой скорости большие завихрение и так далее чтобы ваши сани не были в снегу это как раз история так сказать обойника не защищает от снега чтобы снегом не набросала на сами вот сани например без отбойника это в чем разница сани с отбойником и сани без отбойника размер с они очень важен кстати сани отбойником и сани без отбойника давайте еще раз уточню сани с отбойником приобретаются только для снегохода либо для мотобуксировщика но у которого есть лыжный модуль либо модуль толкач либо это вторые третье сани почему потому что находясь в таких санях если они зацеплены за мотобуксировщик и вы пытаетесь таких сани управлять ими ручка будет ну то есть отбойник вам будет очень сильно мешать управлять мотобуксировщиком держа ручки поэтому мотобуксировщика конечно приобретаются сани без отбойника эти сани это идеальный вариант для снегохода поэтому для мотобуксировщика вот сани вот такого формата приобретаются что касаемо размера какой выбрать размер но размер должен зависеть от вообще формата вашей техники на чем вы передвигаетесь от снегохода если у вас снегоход какой не широкий не знаю буран мороз и ермак и так далее вы можете под него выбрать вот такие широкие сани шириной под 80 сантиметров задача чтобы сани ваши идеально ложились в данном случае 75 сантиметров задача чтобы сани идеально ложились вслед снегохода вы двигаетесь за вами остается след очень важно чтобы средизмер саней соответствовал этому следу и чтобы сами четко шли по следу по вашему таким образом они не будут создавать сопротивление дополнительное да не создавать дополненную нагрузку вашему снегоходу и их не будет колбасить если у вас среду широкий сани узкие их будет постоянно там колыбать постоянно ударять и что-то будете с них терять если сани будут широкий а след маленький то соответственно они будут постоянно боками давить на снег и создавать сопротивление серьезный то есть вам двигаться будет намного сложнее вашему коню будет вас перемещать санями намного сложнее того повлияет на расход и на топлива и на скорость и так далее на проходимость поэтому сани подбирать нужно по размеру следа для мотобоксировщиков идеальный вариант саней это от длиной 240 до 200 до извините 1240 до 1650 самый идеальный это 1550 1650 некоторые берут 1450 если это двигатель это мотобоксировщик например у вас база мотобоксировщика 1240 то 1450 идеальный размер сани если у вас мотобоксировщик длиной стандартная 1450 для вас будет сани идеальные вот такого формата 1650 сантиметров длиной вот либо такое да либо такой если у вас мотобоксировщик long удлиненная база которая 1700 потом конечно нужно уже смотреть сани 1700 ну и либо вообще ли 1700 1800 длиной у этих сани у всех ширина будет примерно 70 сантиметров это идеальный размер для мотобоксировщика если у вас снегоход здесь все зависит от снегохода я вам показал здесь широкие видите сани под 80 сантиметров шириной это для каких-то двухлыжных снегоходов которые заставляют оставляют за собой большое пятно контакта если у вас какой-нибудь снегоход на 500 гусеницы на 600 гусеницы для вас идеально будет опять же размер саней от полутора метров 1450 до двух метров вот такие вот например двухметровые сани 1802 метра очень часто берут для снегоходов там стелс викинг на 600 гусеницы либо рмки аналогичные либо еще что-то на у теле они идеально подходят очень бальсивные большие емки идеально ложатся вслед как бы и не нет необходимости приобретать там в цепку ставить двое-трое сани кстати это возможно у каждых саней есть сзади такой ушка которая позволяет ним зацепить еще одни сани и делать соответственно паровозик если речь идет о мотобуксировщики я часто вижу мужиков которые двигаются один на санях на мотобуксировщики за ним прицеплены еще одни сани где лежит шмурдяк ну то есть можно и так действовать тоже но снегоходами часто цепляет двое саней снегоход днем пассажир в санях пассажир в третьих санях шмурдяк тоже как бы такая обыденная история это что касаемо сани по размерам ответил по производителям ответил на что еще не ответил аксессуары обвязка вот смотрите кстати когда выбираете сани какого у них формата это сцепное при переднем прицепное устройство и как реализована обвязка может сама металлическая взятки видите здесь это сделано уже хорошо массивно серьезно лет здесь вот кстати при выборе саней санами дышлами прицепными устройствами очень важно тоже сделать правильный выбор длинные есть вот такие вот достаточно длинные вышло вот как здесь это вышло для как раз сцепки саней с снегоходом короткие вышло как вот здесь представлено либо вот хороший пример на этом варианте это как раз короткое вышло для сцепки саней с мотобуксировщиком это вот эти сами они серии саней по-моему якудза и сиденья тоже офигенные сани вот здесь вот идеальный размер прицепного устройства для мотобуксировщиков почему нужно для мотобуксировщика короткое сцепное устройство потому что если оно будет длинное то руль управления мотобуксировщиком вы будете либо вот так вот вынуждены стоять вот здесь соответственно сани сзади будут задираться потому что вы будете не доставать если короткое сцепное устройство уже комфортно сможет разместиться на сидении и двигаться управлять мотобуксировщиком санями поэтому под мотобоксировщики обязательно берите короткое дышло под сани под снегоходы нужно длинное дышло чем длиннее тем будет удобнее комфортнее управлять что дальше давайте пройдемся по аксессуарам для саней самый популярный аксессуар это сиденье бывают они разные вот пожалуйста сиденье вариант складывается мягко и удобно и комфортно и эстетично смотрится и так далее это конечно же сиденья синие в основном покупают для мотобуксировщиков чтобы размещаться на санях спокойно двигаться сидеть потому что стоять долго достаточно сложно поэтому когда вы двигаетесь на мотобуксировщики пожалуйста вот идеальная штука сани начинаются там от 2 900 заканчивая семью тысячами зависимости от того какие сани вот вариант как бы недорогих сани чисто пластик и для них крепления болтами сами его фиксируете так как вам удобней регулируете там и так далее ты зафиксировали привязали все эксплуатирует есть вот такие же сани но со складным таким механизмом видимо для удобства транспортировки меньше объем занимают также сани с сами по себе сиденья они унифицированы вот эти крепления зависят уже от ширины самих саней ну и конечно чехлы на сами чехлы нас они нужны и вы после первого выезда на своей собаки либо на снегоходе поймете насколько они нужны потому что я как опытный эксплуататор этой техники вам скажу берите чехол сразу потому что когда вы на двигаетесь неважно мотобуксировщики либо на снегоходе вы туда накидали шмурдяк начинаете двигаться конечно же туда залетает снег причем такая суть суть не знаю физическое свойство снега снег залетает и подвесить ваш шмурдяк то есть мурдяк прыгает и снег снег под него утрамбовывается 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 и складывается такая ситуация что шмурдяк прыгая под собой утрамбовывает снег начинает увеличиваться в объеме и начинает все выпадывать вот потому что половина сани начинает занимать снег который забился под ваш мурдяк и амиду под ваши вещи вещи начинают попадать и нередко вы просто их теряете по пути какой-нибудь какой-нибудь лунки поэтому берите конечно чехол зацепили накидали чехол натянули они скрепятся очень легко они либо идут вот такие вот ну собственно вот видите крабики здесь вот у каждой сами в обвязке здесь покажем эти в обвязке есть такие ушки специально для крепления чехлов вот и чехольчик крепится туда то есть накинуть чехол снять чехол очень легко и это сохранит все ваши вещи в чистом сухом виде нужная опция что касаемо еще с они с чем вы можете столкнуться вы можете столкнуться с износом накладок с повреждением накладок которые мы с вами обсуждали ну вот накладки да они доступны к замене их можно приобрести отдельно можете столкнуться с износом с прицепного устройства вышла как правило вот этот вот элемент гнется либо ломается либо само дышло можете или какой-то серьезно нагрузка поломать они тоже приобретаются и продаются отдельно не переживайте если поломали обращайтесь там магазин он скорее всего смогут их предложить отдельно ну а что касаемо размеров ну здесь вы знаете там огромный вообще выбор по размерам начиная с ней которые используются для рыбаков ну так сказать волокуши когда человек не эксплуатирует технику вот буксировщик либо снегоход и просто нужно ему шмурдяк накидать и вот он за собой его цепляет и двигается маленькие сани рыбацкие сани называется они там что-то идут от 40 сантиметров до метр двадцать по моему потом идут уже от метр двадцать я видел у нас мы как-то привозили под заказ метр 3380 сами саней ассортимент огромный прямые площадки сани с лыжами амортизаторами сани волокуши размеры любые под любой мотобуксировщик под любую технику кстати еще вот когда я говорил о том что такие сани берутся широкие такие сани широкие берут часто под двухлыжные по 2 гусеничные занятия мотобуксировщики которые широкие типа там куэра либо еще что-нибудь либо какие-нибудь там плавающие мотобуксировщики мы привозим периодически как они называются в общем 2 гусеничные мотобуксировщики вот вот такие широкие сани под них часто берут они хорошо под них подходят так что при выборе саней обращайте на те моменты которые мы с вами сейчас обсудили если коротко для мотобуксировщика идеальный размер 1450-1650 размер короткое дышло обязательно берите качественно берите с накладками для мотобуксировщика нужно брать без отбойника покупайте сиденье клёвая нужная штука для снегохода длинное дышло желательно с отбойником обязательно с накладками хорошего качества размер выбираете под свой снегоход 50 либо 60 гусеница у вас типа тайги типа стелс там викинг то это сани метр 600 метр пятьсот там 30 в идеальный метр семьдесят метр восемьдесят если у вас снегоход какой-нибудь с гусеницей там 38 например либо что-нибудь там типа rbcf 200 капитан какой-нибудь китаец у вас не дай бог там сани вам нужно брать метр двести сорок метр четыреста пятьдесят вот этого достаточно для данного снегохода сети мотоцентров x motors очень большое количество сани волокушек все возможные аксессуары к ним у нас есть как качественные так и дешевые бюджетные сани пожалуйста на ваш выбор мы ни в ком не ограничен мы только даем свои рекомендации обращайтесь в магазинах наличии сеть мотоцентров x motors всем спасибо всем пока